всем привет я саша кузьмина вы на моем youtube канале 2024 год много интересного хочется делиться со всеми кто ищет себя войти и в айтеке в целом сегодня у меня в гостях моя подруга валерия свирская студентка мбл тальвивского университета и у нас для вас будет море интересной информации саша привет спасибо большое что ты мне пригласила мне безумно приятно тебе помочь потому что ты мне не раз помогала и во время моей учебы и во время остановления моей карьеры поэтому давай сегодня поговорим о тебе потому что я очень хочу чтобы тело и в хате о которых ты рассказывала мне узнали другие ребята которые строят свою карьеру в хай-теке начнем с того чем ты сейчас занимаешься ну я думаю что есть смысл разбить на две части мою деятельность на сегодняшний день на сегодняшний день я решила открыть компанию свою и после 10 лет работы войти и будучи менеджером суппорта я решила что пришло время открыть что-то свое и я открыла компанию которая называется easy work ltd которая помогает компаниям стартапом здесь в израиле в америке аутсорсить всякие сервисы например разработчиков тестировщиков суппорт которым я сама 10 лет занимаюсь хотелось бы сказать в украину но в связи с войной в этом государстве мы решили что мы будем делать фокус на вас страны восточной европы и искать аутсорсить в эти страны разработчиков и суппорт и вторая часть моей сегодняшней деятельности это приложение над которым я работаю она доступна будет скоро и для ios и android в котором все ребята смогут найти мои личные лекции о том как начать свою карьеру войти на что обратить внимание типы о том куда пойти учиться и как в целом найти себя войти networking все все это если вы уже работаете войти вы сможете найти лекции о том как получить промоушен как выйти на другой уровень зарплате как получить другой титул другой тайтл своей карьерной до должности и все это поэтому вот это то на чем мы сегодня работаю саша меня как амбициозную женщину очень вдохновляет вся твоя активная деятельность давай для тех зрителей которые тебя не знают расскажем почему и как ты решилась на эту онлайн образовательную программу которая на мой взгляд она даже в большей степени как менторская программа расскажи о своем блестящем карьерном пути до дали тех кто не видел нашу предыдущую серию с интервью я обязательно оставлю ссылку где-нибудь здесь я уже десять лет работаю в айтыки последняя должность которая у меня была я эту в суппорт я директор техподдержки занимаю работала в самых больших и коммерс компаниях здесь в израиле работала в вексе в йод по саша тоже это упомянула и я как раз хотела перейти к такой более глобальной и насущной теме события 7 октября 2023 года расскажи как это повлияло лично на тебя как на сотрудника так индустрия тем более ты уволилась прям перед всеми этими событиями и как это повлияло на рынок хай-тека в целом я успела сходить на два собеседования monday.com и в microsoft и все потом началось 7 октября началось то что началось ситуация очень сложная и она мне кажется повлияло не только на израильский рынок овцы а в целом на весь мир было два месяца абсолютного застоя никто не нанимал никто не перезванивал то есть в хорошие годы я могла найти работу за одну неделю за три дня сейчас я увидела что рынок уже не такой волатильный как раньше и не такой гибкий и я решила что это как раз шанс для меня попробовать наконец-то сделать что-то свое мне кажется нужно быть очень гибким человеком чтобы суметь подстроиться под все обстоятельства которые диктует сегодняшний рынок так индустрии в израиле больше я как раз рассказываю в своем приложении и на личных встречах поэтому все кому это будет интересно могут ко мне обратиться я все свои контакты оставлю под видео конечно и в целом несмотря на то что ситуация очень непростая мне кажется что все равно можно строить свою карьеру подстраиваться под обстоятельства продолжать зарабатывать деньги мне нравится что мы вышли на такую позитивную ноту давай немного вдохновим взбодрим наших читателей расскажи о каких-то сложностях или челленджах с которыми ты сама сталкивалась расскажи как ты преодолевала и возможно это послужит лайфхаком для наших зрителей да мне здесь хочется вспомнить страшные времена короны да когда был ковид и я смогла в это время уйти из викс и перейти на более высокую должность в йод по с окладом почти в два раза выше несмотря на то что рынок тоже был очень сложный и много очень людей было на пособие по безработице в целом в израиле все равно были возможности продолжать строить карьеру поэтому вот этим конкретным своим примером я хочу показать всем что несмотря на то что стране очень сложная ситуация и военное положение все равно можно онлайн продолжать искать себя и строить карьеру саша поделись с нами и с нашими зрителями какими-то такими инсайтами которые как раз помогли тебе получить эту новую должность в йод по я была тем ли дом вексе на русскоязычный рынок на тот момент и я ушла и стала групп ли дом до head of support в йод по в двадцать первом году значит у меня была приятельница которая работала директором events в йод по и она подала мое севи поэтому здесь первый тип будет это если у вас кто-то где-то работает обязательно помните про этот networking не игнорируете его и пользуйтесь этой возможность передавать ваш севи ваше резюме через каких-то знакомых второе я когда пришла туда на первое собеседование там было несколько этапов от меня был абсолютный вайб что я мечтаю работать с этим продуктом я действительно была влюблена в идею этого продукта поэтому вот это второй тип обязательно делайте атмосферу любви к продукту на которой вы будете работать это самое главное это каждый работодатель обязательно оценит и третье абсолютно будьте смелым человеком это не страшно менять работы мы живем жене в какие-то советские времена сегодня сегодняшний день можно менять стартапы компании раз несколько лет это нормально это хорошо поощряется и вы можете больше таким образом зарабатывать саша я бы хотела немного копнуть вглубь потому что я знаю по личному опыту что он это воркинг в израиле это просто маст хэв и но что же делать новым репатриантам которые приезжают у них нет никаких контактов возможно они только вчера завели линкдин и насколько я знаю без реферала в компании и сейчас себе даже не рассматривают и возможно ребята смогут воспользоваться какими-то твоими коннектами твоими связями может быть есть какие-то волшебные способы быстро найти рабочие контакты в израиле пожалуйста что ты об этом думаешь да отличный вопрос на самом деле я самый главный реферал я не знаю как минимум 50 топ компаний в израиле поэтому с удовольствием помогу вам на своих личных встречах и второе мне кажется что в целом нужно учитывать ментальность с которой вы работаете до израильтяне довольно открытые люди и вы можете просто писать людям которые работают в компании которая вас заинтересовало писать и чар присылать свое резюме прямо в личных сообщениях линкдин и это уже будет хорошее начало саш спасибо за твои лайфхаки мне бы хотелось немного поговорить о твоем новом бизнесе расскажи нам как продвигаются дела какие успехи какие планы на ближайший год значит на сегодняшний день я открыла юрлицо мы работаем вдвоем с моим партнером в украине он отвечает за поиск разработчиков тестировщиков и работников техподдержки в украине и в странах восточной европы я в свою очередь здесь в израиле отвечаю за бизнес development part то есть я отвечаю за презентацию нашего продукта и наших услуг для компаний здесь в израиле и в америке и немного наших планах на 2024 год в целом я уже упомянула что рынок довольно сложный поэтому мы делаем такие краткосрочные планы и очень хочется найти наших первых клиентов здесь в израиле в америке дать возможности воспользоваться нашими сервисами и стартапом и большим компаниям и начинать оттуда ну и в целом и планах на 2024 год на сегодняшний день мы ведем переговоры с несколькими компаниями поэтому хотелось бы закрыть уже какую-то сделку и расти развиваться в этом направлении супер я тебя максимально поддерживаю и желаю тебе большой удачи давай немного расширим эту тему расскажи для каких компаний и сервисов будут полезны твои услуги наша целевая аудитория это малый и средний бизнес то есть это стартап от 5 до 50 человек и скажем если на сегодняшний день у вас нет возможности брать разработчиков здесь в израиле или в америке мы с удовольствием поможем вам найти подходящих кадров в странах восточной европы саш ну очень классно очень активно и свой бизнес и свое приложение я что-то упустила ты сейчас работаешь в найме или нет или ты полностью посвящена своим проектам работа в найме я на самом деле открыта к работе в найме действительно до сих пор и если какая-то классная компания с хорошим продуктом какой-то стартап меня пригласит я обязательно возьму этот челлендж для меня очень важно быть вот вдохновленный продуктом поэтому любую работу на сегодняшний день на этом этапе своей карьеры я не рассматриваю если я еще раз пойду в найм то это должна быть исключительно работа моей мечты саша и заключение расскажи какой бы совет ты могла дать себе в начале твоего карьерного пути я бы конечно же пожелала себе терпения в целом не только в карьере я в жизни потому что в жизни происходят разные ситуации и нужно быть гибким человеком и подстраиваться под них поэтому я бы себя посоветовала терпение и конечно же work-life balance на сегодняшний день оглядываясь назад на весь свой карьерный путь я понимаю что многие вещи можно было бы выстраивать иначе обязательно с удовольствием поделюсь всем этим опытом при встречах мне бы хотелось конечно проводить больше времени с близкими и сегодня уже имея за плечами весь этот экспириенс я точно знаю что это можно было сделать но на тот момент я конечно всему училась сама поэтому пишите мне я с удовольствием с вами пообщаюсь и помогу вам построить успешный карьерный путь в айтеке саша спасибо огромное мне как обычно было очень приятно с тобой общаться и успехов бизнесе спасибо что досмотрели это видео до конца я все ссылки как мне написать оставлю под этим видео и свой инстаграм я буду рада вам помочь с вашим поиском себя войти всем спасибо